Сегодня в меню классическая пицца. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Мука 500 грамм. Оливки по вкусу. Сахар 1 столовая ложка. Соль 1 чайная ложка. Вода 200 миллилитров. Сыр твердый 500 грамм. Колбасные изделия 500 грамм. Растительное масло 3 столовые ложки. Томатный соус 200 миллилитров. Дрожжи сухие и быстродействующие 1 чайная ложка. Правильный корж пиццы не раскатывается скалкой, а разминается руками, пальцами, делая корж пиццы тонким. Запекать пиццу в форме не обязательно. Можно тесто выложить просто на пергамент для выпечки и переместить в печь уже на противне. Соус для пиццы может быть покупным или домашним. Тут вариантов масса. Для приготовления теста на классическую пиццу смешайте пшеничную муку и муку грубого помола. В отдельной мисочке в воде заведите сухие дрожжи, добавив к ним 1 чайную ложку соли и 2 столовые ложки сахара. Когда дрожжи проснутся, влейте их в тесто и замесите его. По мере замешивания добавьте в тесто 3 столовые ложки растительного масла. Лучше, если это будет оливковое. Шарик теста уложите в миску. Затяните миску пищевой пленкой и оставьте подходить на 2 часа. Подошедшее тесто выложите на стол. Разделите на несколько частей. Из каждой части теста раскатайте круг. Это можно сделать просто руками или при помощи скалки. Тесто уложите в форму, обрезав лишние края. Тесто смазать томатным соусом. Соус можно купить в магазине или можно быстро приготовить дома. Для этого смешайте томатную пасту, немного воды, добавьте соли, специи, сахара. Нагрейте немного смесь в микроволновке и снова перемешайте. Можно приготовить томатный соус более сложным методом, используя томаты без шкурки, уваривая их до загущения, добавив итальянские специи, соль, сахар. Рецептов соуса для пиццы очень много. На пиццу выложите любое готовое мясо, нарезанное кусочками, томаты, грибы или другую начинку для пиццы. Добавьте оливки. Натрите на терке твердый сыр. Выложите сверху. Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте пиццу в духовке 25 минут. Классическая пицца делается не из покупного слоеного теста, а из домашнего. И готовится тесто самостоятельно, используя не только обычную пшеничную муку, но и муку грубого помола. Это делает корж пиццы правильным, более полезным. Просто на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии. Расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео поделиться. Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok